Привет, друзья! С вами Анета из English Show, и сегодня мы подготовили для вас одну очень горячую тему. Сегодня мы поговорим с вами о хейте. Мы знаем, как вы любите, когда мы разбираем разные ток-шоу, тв-шоу, и подготовили для вас одно такое очень популярное. Это рубрика из ток-шоу Джима Киммела, и называется она «Mean Tweets». Кстати, «mean» переводится как «злой», «недоброжелательный», а твит, ну, во-первых, так делает птичка, твит-твит. На русском у нас чирик-чирик, а у них твит-твит. А также твит – это запись от пользователя твиттера. И такое название «Mean Tweets» отлично подходит для рубрики, где знаменитости читают комментарии о себе от хейтеров. Представляете, как там жарко? И иногда эти комментарии очень злорадные, иногда они очень неприличные. Но не спешите убирать детей от экранов, потому что у нас в English Show цензура. Мы подобрали все самое приличное, самое интересное и, конечно же, полезное для изучения английского языка. Если вы готовы, то поехали! Первая фраза адресована американскому актеру Уиллу Феррелу. Обожаю! Читаем. Уилл Феррел переоценен. Простите, но он просто кричит все время. И здесь прилагательное «overrated» переводится как «переоцененный». Это производное от слова «to rate» – «оценивать». А про «over» мы поговорим немножечко позже, там у нас еще будет такое слово. Еще есть пример. Думаю, что чирлидеры в любом случае переоценены. Итак, друзья, напишите под этим видео хейтерские комментарии с использованием слова «overrated». И тот, кто напишет самый залайканный комментарий, получит подарок бесплатный месяц в проекте «Native Show». Друзья, те, кто не знает, что такое «Native Show», что это за проект, мы немножечко позже вам расскажем. Переходим к следующему твиту. В этом твите прилетела ультрамодная в наше время певица Билли Айлиш. Слово «like» – одно из самых распространенных слов в английском языке. При помощи этого слова вы можете описать что-то. Например, Подобным образом мы можем использовать «like» с такими глаголами, как «look». «Look like» – выглядеть как, «taste like» – быть на вкус как. Или, как очередной хейтер из твиттера сказал про Билли Айлиш. И вот, собственно, твит. Билли Айлиш одевается так, будто у нее в спортзале украли одежду. Так что и дали то, что нашли в корзине забытых вещей. Кстати, вот эта вот фраза In the lost and found bin содержит выражение Если вы где-то встречаете предложение, где просто написано То, скорее всего, это бюро находок, место, где потерянные вещи были найдены. И пример. Она сказала посмотреть в этой коробке с забытыми вещами. Следующий твит был адресован Chainsmokers, и он с таким очень тонким юмором. Один из моих работников говорил о том, что Chainsmokers очень классные, и они не заслуживают всего этого хейта. Так что я уволил его. Мне вообще нравятся такие комментарии, где тебя сейчас как будто бы будут восхвалять, посыпать лепестками роз, а потом бац, и все перевернулось. И здесь я хочу обратить ваше внимание на слово actually. Actually это слово паразит. Actually... Оно переводится как Ну, в общем-то, на самом деле, в действительности. И оно лепится просто везде. Actually, I know, actually, I am, and so on. Следующий твит заценят Олды, по типу меня, потому что я очень смеялась, когда я читала этот комментарий. Давайте читать вместе. Fallout Boy is the comic sense MS of music. They are both overused. Fallout Boy is the comic sense MS of music. They are both entirely overused. Fallout Boy это comic sense MS музыки. Ими часто злоупотребляют. В чем шутка? Comic sense MS это название шрифта, который, скорее всего, вы использовали, когда писали рефераты или доклады в школе. Ну, я, например, пользовалась этим шрифтом еще, когда училась в университете. И он такой себе. Кстати, вот что о нем говорит Urban Dictionary. Comic sense. Perhaps the world's most overused and hated font. Возможно, самый используемый и ненавидимый шрифт в мире. И поэтому наш очередной хейтер из Твиттера сказал о ребятах из Fallout Boy, что они overused. Кстати, overused это уже второе слово с приставкой over. Over приставка передает всегда какую-то чрезмерность. Например, overpay переплачивать, overeat переедать. Соответственно, потом overweight весит слишком много. Или вот еще пример. Don't overthink it. Не парься об этом. Не думай слишком много об этом. Не заморачивайся. Друзья, обещала рассказать вам про Native Show. Это уникальный проект, в который мы собрали иностранцев, носителей, которые обучают вас английскому языку. Каждый день вы сможете общаться с носителями языка, выполнять разные задания, раз в неделю созваниваться с ними. Ну, на самом деле, лучше практики не придумаешь. И похожего проекта я еще не встречала. А еще у нас сейчас появилась уникальная возможность попробовать этот проект, пощупать его всего лишь за 99 рублей. Пять дней вы тестите этот продукт и решаете для себя, что он вам нужен. Ссылку об этом проекте вы найдете в описании под этим видео. Дальше всеми известная Гермиона Ботан из Гарри Поттера. Эмма Уотсон получила вот такой вот комментарий. Эмма Уотсон кажется таким типом девушек, с которыми дружишь дня три, а потом они начинают надоедать тебе, но ты не можешь сказать ей об этом. Друзья, кстати, пишите в комментариях, какой из хейтов вам понравился больше всего, какой вы заценили. И фраза из этого твита, на которую я бы хотела обратить внимание, seek off. Фраза seek off означает, как будто бы вам что-то надоело, вас что-то уже совсем достало. Seek off это очень популярная, распространенная фраза в разговорной речи в английском языке. Можете пользоваться. Например, Я устал ждать. Следующий твит был адресован Пол Руду. Пол Руда, Пол Руду. Пол Руд, да. Пол Руд, самый скучный, ванильный чувак. Знаешь, он просто сидит дома с женой, ест пресные спагетти на ужин и рассказывает, как прошел его день. Мне кажется, что этот комментарий достаточно простой в понимании, но там было одно очень интересное и достаточно полезное слово, которое, скорее всего, вы не знаете. Это слово blend. Ничего общего с блендером не имеет. Бленд, говоря о еде, имеет значение пресный, какой-то обыденный, но также оно переводится, как банальный, либо обычный. Друзья, если это видео наберет более тысячи лайков, то мы поймем, что вам понравилось, и мы запишем еще видео на эту тему. Больше подобных слов и фраз вы можете найти у нас в Инстаграме, в Телеграм-канале. Я сама с удовольствием читаю и учу новые слова вместе с вами. А еще подписывайтесь на нас, если вы еще не с нами. Рассказывайте о нас, делитесь нашими постами, учите английский вместе с English Show. С вами была Анета. Пока-пока!